В наш первый идеальный месяц мы побывали в аду, провели огромную работу и очень сблизились. Мечта, а не жизнь. Мы не могли не касаться друг друга руками, и не только руками. Я был готов переждать период траура, как бы это ни выглядело. Однако это лишь сблизило нас. Тот месяц после похорон был... он был интимным, живым. Он сделал нас сильнее. Но в следующие пару недель что-то сломалось. Я не могу сказать точно, когда наши отношения испортились, но испортились они точно. И поэтому ты здесь на терапии, чтобы понять, почему не сложились отношения? Они не просто не сложились. Все кончено. А почему, я не знаю. Слушай, вот какое дело. Это не врачебный кабинет, а я не мозгоправ. Мы два обычных парня, которые просто болтают. Начнем с момента, когда все у вас было хорошо. Первый поцелуй – хороший вопрос. Мне было 14, и я встречалась с одним парнем Мэттом. Знаете, мы делились друг с другом хорошим. Он был милым, и мы пошли в кино на хитча вдвоем. И я ждала, что он сделает первый шаг. Ждала? И что, это и был первый поцелуй? Нет, он случился через два дня в школьной поездке. В палатке под дождем. С его другом Чедом. С Чедом? Я знаю. Чедом. Просто Чед, он сам, сам все сделал. А у меня всегда были с этим проблемы. Выбрать между хорошим парнем и плохим. Только не надо на меня так смотреть. Поверь, я бы хотела исправить положение. Так и чувствую себя Дудиком из-за этого. Дудиком? Надо внести это в словарь. Без реальных слов. Только выдуманный. Панк классический. Фотобомба. Докун. У нас была связь на всех уровнях. Лучше просто не бывает. Все-чество. А мне нравится. Это теперь наше слово. Все-чество. Существительное. Союз двух умов. Союз двух умов. Тел и душ. Ладно, Бэк. Готова. Что? Стой. Не может быть. Мы переделываем мой первый поцелуй? Мы его переделываем. Надо же. Я наконец-то поцелую правильного парня. Это и правда было всечество. На самом деле. У нас были здоровые взаимоотношения. То есть я даже перестал устраивать, ну, короче, всякие проверочки. Проверочки? Да. Проверять в соцсети, уведомления на экране блокировки. С этим надо было заканчивать. У нас была жизнь. Мне надо было... Довериться. Точно. Увидимся после работы. Да, насчет этого. Меня, по-моему, уволили из студии Йоги. По-твоему? Уволили. Точно. Похоже, я заснула во время шавасаны. Не страшно. Найду другую работу. Я могу... Приходи к нам работать. Знаю, знаю. Большой шаг. Джо! Что? Идеально же. Гибкий график. Будет время писать. Я хочу помочь. Но я не могу просить тебя о таком. Я сам предлагаю. Ты не просишь. Но большие шаги – это же норма во всечестве. Да, да, понимаю. А насчет этого не волнуйся. У меня ранняя стадия бессимптомной глоукомы. Есть назначение? Клянусь. Так я становлюсь отличным слушателем. Им бы исследование провести. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...